18 октября в Москве прошел форум IT-Leader 2016, с организатором которого традиционно выступила компания KROK. Одной из центральных тем форума стал интернет вещей и его внедрение в нашу жизнь. Интернет вещей – это некая реальность, которая очень быстро распространяется. Наверное, гораздо быстрее, чем в свое время распространялась мобильная связь. Мобильная связь есть в любой стране мира. Интернет вещей развивается в любой стране мира. Вопрос, с какой скоростью. Здесь, в этой стране, интернет вещей развивается недостаточно, но несмотря ни на что, он все равно развивается. Причем он делится на две части. Это и клиентские сервисы, и расширение клиентских сервисов, И в то же время повышение внутренней эффективности, тоже промышленные интернет-вещи, безлюдные технологии и так далее. Поэтому здесь масса разных аспектов, масса разных тем. Мы смотрим огромное количество новых технологий. Сейчас появляются отечественные стартапы, очень любопытные. Интернет-вещей может изменить жизнь человечества в лучшую сторону, сделать ее удобнее. Но крайне важно, чтобы такая мощная технология была подкреплена не менее серьезной безопасностью данных. Банки действительно имеют доступ к огромному количеству этой информации. И все, что происходит в точках продаж, когда вы прокатили карту, приложили карту, приложили на смартфон. И все операции в банкоматах. Естественно, все, что вы делаете в интернете с гаджета или с компьютера обычного, это то, что мы поставляем в аналитику и может использоваться по полной программе для того, чтобы модифицировать продукты. Также существуют другие препятствия, которые необходимо преодолеть для развития интернета вещей. Действительно есть какие-то сложности и законодательные ограничения, но постепенно все это будет сниматься. Ситуация такова в экономике, что невозможно не искать путей повышения эффективности. И если она находится здесь, в этой области, в области интернета вещей, значит эти вещи будут использоваться и компании между собой будут объединяться, чтобы пробивать как-то незаконодательные барьеры тоже. О роли государства и его взаимодействия с компаниями рассказал директор Центра стратегических инноваций компании Ростелеком Борис Глазков. Люди там, в правительстве, подвержены влиянию тех же самых трендов, что и мы здесь. И в этой связи они реагируют так же, как мы. Порождается масса административных реакций. Давайте дорожную карту сделаем, давайте будем развивать интернет вещей. Будем делать дорожную карту. Сегодня не осталось ни одной сферы жизни, где не были бы применимы IT. Развивается применение решений, связанное с аналитикой поведения покупателей, с идентификацией покупателей и с той области, в которой я вижу наибольший потенциал с точки зрения продвижения ритейлеров в части получения дополнительной выручки и повышения качества услуг. Это персонализация предложений. Перспективы интернета вещей в России огромные. Необходимо объединение усилий всех заинтересованных сторон, чтобы эта технология развивалась в необходимом темпе. Это за интернет вещей в будущее. Просто хотелось бы, чтобы было не сороковое место, а хотя бы двенадцатое. Тогда мы все будем счастливы, айтишники в этой стране. Но, наверное, счастье не скоро наступит. Пожелаем участникам мероприятия эффективной и эффектной работы над поставленными вопросами. Ведь возможности интернета вещей не только полезны, но и удивительны. До встречи на форуме IT-лидер 2017. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok